Здравствуйте! Снова диктанты. Ну, в этом году у нас, как понимаете, не будет шестидесяти, пятидесяти, ну, будет, может быть, тридцать. Вот сейчас у нас двадцать шестой, двадцать седьмой диктанты. Ну, почему так? Ну, во-первых, конечно, потому что у меня моих пятиклассничков сейчас нет. Ну, это не самая прям главная причина, почему так мало диктантов. Вторая причина, потому что у нас появились двуколосные диктанты, их уже девять. И у нас им не чередуют. То пишет двуголосные, то одноколосные пишут. И еще у нас появились блюзовые диктанты, их тоже уже там, не помню, то ли десять, ну, сколько-то уже есть. А нет, ну, не важно. Вот. В общем, у нас теперь три вида диктантов. У нас обычные диктанты для пятого класса, двуголосные, которые тоже пятикласснички пишут, и блюзовые. Поэтому сегодня у нас очередь одноголосных диктантов. Они будут написаны в тональностях с четырьмя знаками. Ми мажор, фа, диас, додиас, лодиас, радиас, это диктант, шестой, на восемь тактов. И двадцать седьмой фа минор, тоже восемь тактов. Так, ми мажор. Хроматизм обязательно вспоминаем, да, у нас есть хроматические звуки, вспомогательные проходящие. Здесь их будет не очень много, но тем не менее. Давайте повторим. Пятые ступени, хроматические вспомогательные внизу. Си, радиас, си. Обязательно лядиазом назвать, не си, бемолем. И проходящие, вот мы сделаем шестую обычную ступень, шестую пониже. Собственно, все. Ага, тут еще, по-моему, будет интересный ритм один, но потом куда-нибудь в него. Итак, определяем размер, слушаем диктант номер двадцать шесть, первый раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну какой-то такой сложноватый, даже не для пятого Думаю, интересно, ребятки, кто-нибудь, кто моей пишет, справился, если не, пишите мне в комментариях А вот у меня получилось, да, Ксюшенька, почему-то сразу про нее подумала Хотя все остальные ребятки тоже, думаю, вполне могут справиться Ну не знаю, пишут они или не пишут диктанты, очень надеюсь, что пишут Всем привет, мои хорошие Так, ну что, у нас тут очень такой интересный ритм, вообще, какой здесь размер Так, размер у нас шесть восьмых, да? Надеюсь, вы это поняли И вот в одном из тактов у нас прям такой ритм, которого раньше у нас не было Значит, смотрите Так, ну, если бы у меня был обычный ритм, было бы вот так Это мы знаем Восьмая и четыре шестнадцатых Всех по одну шляпку берем, шестнадцатым по второму шляпку рисуем А у меня еще маленький пунктирчик появился Между последними двумя шестнадцатыми Как же надо это записать? Значит, мы записываем точно так же Восьмая, четыре шестнадцатые Потом предпоследней шестнадцатой ставим точечку И еще одну маленькую черточку ставим у последней шестнадцатой Она превращается в маленькую тридцать вторую Это получается у нас такой пунктир шестнадцатая и тридцать вторая Такого у нас еще не было, но почему бы и не записать? Мне такое захотелось сделать Просто вот подром и другие мои ритматы Так, ну что, теперь давайте мы его послушаем со стуком Раз, два, три, четыре, пять, шесть А, извините, сейчас Ну и будет несколько моделей И восьмая с точкой, и три, шнадцатая Так, все, диктаж номер двумя шестнадцать, контроль в раз Диктаж номер двумя шестнадцатая Так, и диктаж номер двумя шестнадцатая Диктаж номер двумя шестнадцатая Здесь получилось даже сделать небольшое отклонение Вы, наверное, его еще не проходили, но вообще отклонение это временный переход в новую тональность И делается отклонение обычно через доминанту новой тональности Появляются новые знаки встречные, которых у нас в тональности не было Так называемые модуляционные хроматизмы, которые модулируют, то есть переводят нас в новую тональность временно Но мы в ней не закрепляемся, мы потом возвращаемся обратно И вот у нас из фа минора Ну, во-первых, у нас тут будет хроматизм обычный, традиционный Например, в четвертая повышенная ступень И она потом будет как бы дезальтерироваться То есть, вот мы взяли себе как такой вот, часто в песнях даже бывает Берется тоник, а потом берется антикер на севдоминатор Даже, даже все-таки, вот я возьму, знаете как, я вот сейчас играю вот такую красивую тюпочечку небольшую Ну, вот такое отклонение будет у нас от нашего, тема нашего урока, оно интересное Значит, вот, например Красиво, да, сейчас интересно, такая штука Ой, извините, ну что такое гадость звучит А я в правой руке себе как взяла, а в левой нет Извините еще раз То есть, получается, что же у меня здесь по аккордам тоника Потом идет второй ступень и секунда-корд с повышенной терцией То есть себе как, я имею в виду, и ребе как еще, про мелодический А потом я эти знаки убираю, делаю опять ребемоль-сигмоль И их называется дезальтерация, очень красиво, не разрешается Вот такие ходы в музыке часто можете встретить, даже в обычной попсовой песне тоже такое встречается Что-то там на слуху у меня сейчас крутится, но я не хочу сейчас вспоминать, чтобы отдать время Вот, и у нас тут диктантик будет такая штучка То есть я вначале сыграю силикат, а потом через какое-то время, ну через одну нотку, на самом деле, сибемоль И получится как будто дезальтерация Если вы попробуете подобрать аккомпанемент к этому диктанту, то вам нужно будет сделать обычную вторую ступень Точнее, не обычную, а с повышенной терцией мелодическую Потом обычную с дезальтерацией, а потом уже тоника, по-моему, у меня, да Так, что за отклонение здесь у меня? Здесь отклонение будет такое Значит, вот, фо-минор, до-пятая ступень, и я вдруг сыграю И мы как бы пришли в до-минор, то есть в доминату Такое у меня тут отклонение получится, небольшое, не пугайтесь его Пишем сибико, рапиджеребико, что-то мне захотелось в этом диктанте с ними поиграть И потом мы возвращаемся в фо-минор Так, что тут еще интересного? Ага, еще интересное будет А еще интересное это у меня больше Вот фо-минор, а вот На пол тона выше, чем фа, у меня, может быть, на трезвучии идет То есть на второй низкой ступени, трезвучия второй низкой ступени Хорошо сказала Вот, и оно тоже очень красиво всегда звучит И выполняет роль субдомината, как бы неаполитанская гармония Перед доминатом идет, тоже красиво То есть тут я с гармонией вам наворотила всякого Ну, извините, что-то захотелось посложнее Не совсем, наверное, для пятого класса Скорее, пускной получится, а то и училище Ну, а вдруг кто-то справится Извините, что такой сложный Но как-то мне мысль пошла и написалась Так, слушайте, я думаю, 20, я вас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Не, ну ужас или диктат Извините Ну попробуйте, если сложно будет Ну что же делать Потренируйтесь Так, ну что такого у нас тут? Четыре четверти Ну тут хотя бы более-менее Ну, всякого тут много И триолей, и синкопа есть Ну, пунктельный ритм Ну, я думаю, что ритм с ритмом не так вам прям сложно будет Давайте я вам постучу с ритмом Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Субтитры создавал DimaTorzok Кусок геологического минора в конце, да? Так, ну что, слушайте Пусть помедленнее сыграю вам этот ужас Диктат номер 27, контрольный раз Субтитры создавал DimaTorzok Напишите, пожалуйста, кто справился с этими диктантами у меня в комментариях Очень интересно Ну, ставьте себе их раз по семь Ну, давайте не будем больше Ну, хотя, если вы хотите написать Ставьте себе больше Потому что они сложные Ну, нужно себе расставить еще А вы уж как получите А мы идем применить Диктат номер 26, ми мажор Вот, начинаем прям с хроматизма, да? Ну, я вам сыграю Наверное, тут все и так видно Восьмая с точкой 3,16 Это до бекар А вот и наш ритм Так, давайте я вам покажу подробнее Ну, у меня кривая тут Палочка третья, да? Восьмая 4,16 Тут палка до конца И вот точка у предпоследней А здесь еще одна линия Получается Восьмая, 4,16 И между последними двумя у нас Шестнадцатая с точкой Тридцать вторая Так, вот еще раз этот такт сыграю Так, дальше Ок Что я говорю? Так, ну, теперь фа минор, пожалуйста Так, фа минорный диктант Вот этот стрелочный такой Тут куча триолей И всякие знаки встречные Это до у меня такое А вот отклонение Си бекаре бекар В до минор До минорный такт А потом вернулись через уменьшенный Вводный к фа минору Ре, соль, ми, бекар, ре, до Так, дальше И вот второй низкой ступени Тридцать с учея Соль бемоли Написала А тут рэбикар Ми, бекар второй раз Рэбикар не пишите Он на целый так действует Так, вот такие у нас получились Интересные диктанты Сложные Для пятого класса А мы желаем вам удачи И мира Сложные диктанты